Утро со звуком! Не проспи! Главное это утро! Провидуйте, у нас в гостях Лера Туманова. Интересная дата. Сегодняшний день в истории. На Радио 13. Я как-то чувствую большую ответственность. Ну, это... Историческая дата, то все. Именины? Лейла? Ну так, гордитесь этим. Люди, которых зовут Бертольда. Гледис? Евстахий? Александр, папочка мой. Да. Антоний? Арестовул? Дионисий? Емелян? Ваньки, Ваньки, Иванки? Павел? Папа? Это что имя такое? Папа? Я уже прочитала. Папа. Патрикия? Пимин? Роман? Савин? Интересная дата. Лера? Лера. А, да-да-да. Вот это интересная дата. Интересная дата, подождите. 1795 год, 29 марта. Немецкий композитор Людвиг Ван Бетховен впервые дал концерт в Вене с собачкой не путать, пожалуйста. Всем известный, прекрасный композитор предвосхитил эпоху романтизма, друзья. У меня вот сегодня зачет по чуть-чуть более раннему композитору Пабаху. Привет, преподавателю. Привет, да, моему прекрасному преподавателю. У меня уже начался зачет. Как зовут, как зовут? Татьяна Владимировна. Татьяна Владимировна. Мирнова. Зачет уже начался. Интересный денек. А знаете, как Бетховена звали в наше время? Диджей Бетховена. А в 1848 году Ниагарский водопад остановился более чем на 30 часов. Ого! Выключили воду, потому что на реке Ниагар образовались ледяные пробки. Сегодняшний день в истории. В 67 году прошлого столетия спущена на воду первая французская атомная подлодка. Интересный денек. В 1974 году американский космический корабль Маринер-10 сделал фотографии планеты Меркурий. Сегодняшний день в истории. А в 1989 году первым советским хоккеистам разрешено было перейти в НХЛ. Интересный денек. Друзья, а в этот день, в 2006 году, полное солнечное затмение, видимое на территории России, произошло. Кто-нибудь видел? Нет. Да! А в Москве тогда было... Вообще видели. В Москве было облачно. Москва, как всегда. Так. Алан Хендерсон Гардинер родился в этот замечательный день в 1879 году. Английский египтолог, открывший леденский папирус. Интересный денек. А в 1918 год, Сэм Уолтон, американский предприниматель, основатель сети Walmart. Интересный денек. 1927 год. Господин Джон Вейн. Английский химик, фармаколог и лауреат Нобелевской премии. Интересно, за что же ему дали? Мы вот... За фармакологию. Да. Сегодняшний день в истории. Понятно, говорится, коню. Что? Что дали? В 1934 году Исаак Магитон. Он же режиссер, он же автор тележурнала «Фитиль» и «Аралаш». Интересный денек. Сергей Левитин, музыкант, гитарист группы «Серри Гадна», родился в 1962 году. Сегодняшний день в истории. 1968 год. Люси Лулес, новозеландская актриса, снявшаяся в сериале «Зена Королева война». Интересный денек. Ну и, наконец-таки, в 1968 году Владимир Владимирович Пресняков-младший. Боб Пипец. Отмечает, я так понимаю, свой день рождения? Да, да, да. Мне по-разному сказал Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, по-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. История дня. На Радио 13.